Доброго вам времени суток. В эфире программа «Размышления. Детский и недетский вопрос». Программа, в которой мы пытаемся найти ответы на те вопросы, которые дети задают своим родителям и на которые, увы, не получают ответов. Сегодня ответы на простые детские и недетские вопросы будет искать художник по свету группы «Аквариум» Марк Брикман. Марк, добрый вечер или добрый день. Добрый. Бокер Топ. Бокер Топ, да. Я еще забыл сказать. Мы с Марком даже не однофамильцы. Марк – это мой дядя, а я, соответственно, его племянник. Поэтому на «ты» на «вы» все равно не получится. Ну что, поотвечаем? Поехали. Всегда по традиции нашей передачи я начинаю с какого-то вопроса, который близок к профессии. 15-летний мальчик спросил, что такое кураж? Представляете, театр без куража. Вот сыграл спектакль, на профессионализме вышел. Рок-концерт без куража я не представляю. Чего же? Бывает. Я видал и музыкантов, играющих с холодным носом. Видал и художников по свету, освещающих рок-концерты с холодным носом. А у тебя это было? И у меня такое бывало тоже. Так все-таки что такое кураж? Это когда нос горячий. Ну, хороший ответ, а поточнее. Может, углубимся? Когда чувствуешь, что над тобой, конкретно над тобой, открывается окошко в небесах. Еще связи еще нет, но уже тянется что-то туда и оттуда. Вот это кураж. Кураж – это окошко над тобой, да? Да. Ответ. Даже не будем углубляться дальше. Замечательно. 13-летний мальчик спросил. Что такое творчество? Ты знаешь, вот этот вопрос я задаю достаточно часто. Потому что такой достаточно общий вопрос. Но вот твое творчество, оно очень специфично, скажем так. То есть, допустим, творчество скульптора можно увидеть. Творчество фотографа можно увидеть. Творчество художника можно увидеть. Творчество актера можно снять и увидеть. Твое творчество нельзя сохранить. Оно рождается, и оно умирает, когда выключается последний прожектор. Это даже снять невозможно. Я много раз пытался. Ну, во-первых, позволю себе не согласиться. В 2005 году была прекрасная серия «Аквариум» в свете Марка Брикмана. Твоя серия фотографий. Но она все равно не передавала то, что я ее еще не видел. Никакая съемка не передаст то, никакая, любая съемка любого творческого акта не передаст того полностью, что происходит при этом творческом акте. Никогда такого не было. Ну, все-таки что такое творчество? Это когда вот через эту дырку в небесах тебе рука протянулась. Замечательно, Марик. Поехали дальше. Ладно, пока хватит с профессиональными вопросами. Задал вопрос, это новый вопрос. У меня появился такой рижский писатель и кинотраматург Михаил Дымов. Предложил как-то своим учащимся русскоязычных рижских школ в возрасте от 6 до 10 лет написать Всевышнему и задать ему вопросы. Получился совершенно потрясающий список. У меня, так сказать, позволил себе добавить некоторые вопросы в наш список. Твой тезка, Марк, первый класс, может ли хватить детства на всю жизнь? Может. Я тому пример. Просто однозначно и больше добавлять нечего. Вот я сохранил в себе вот это. Я знаю абсолютно точно. И благодаря этому как раз и немалой степени я могу заниматься тем, чем я занимаюсь. То есть тебе не мешает, что ты, в общем, убеленный сединами ребенка? Нет, это мне не мешало никогда. Иногда я оглядывался на себя и думал, ну что ты делаешь-то? Мальчишка. А потом думаю, ну что, все нормально. Нормально это. Нормально. То есть это нормально, что вот... Это я не говорю. Это именно детство. Детский ясный незамутненный взгляд. А я не говорю об инфантилизме. Марик, тебе можно только позавидовать. Ну, в этом смысле, да, это я знаю. Можно мне позавидовать, потому что немногим это выдается. Это я знаю. То есть ты считаешь, что детства может хватить на всю жизнь? Может, вполне. Марк первый класс получил ответ от Марка совсем уже не первого класса. Пятилетняя девочка спросила. Почему надо ходить только по дорожкам? Травку жалко. А ты всегда ходишь по дорожкам? Стараюсь, кстати. А если не, так сказать, уйти от просто дорожки? А если обобщать, то как раз очень не люблю ходить по дорожкам. Обожаю нарушать... Вот есть в моей профессии какие-то там законы, смешивание цветов, допустим, какие-то там правила. Я обожаю нарушать эти правила. Иногда получается очень даже здорово. То есть ты считаешь, что вот ребенку надо сказать, ходи не по дорожкам? Я бы так, не так сказал. Я бы сказал, ребенку не ходи, а ходи там, где ты считаешь нужным. Хорошо. Примем ответ. Ну, ты крутишься, рок-н-ролл, музыка, звезды вокруг, имел возможность понаблюдать, я так понимаю, за ними. Семилетний мальчик спросил. Папа, а хорошо быть знаменитым? Ну, это кому как нравится. Как правило, большинству знаменитостей, если это нормальные люди, из тех, которых я знаю, поначалу это нравится. Потом мешает. Ну, вообще, с твоей стороны, глядя на это. Им-то, может, мешает, не мешает, а тебе, со стороны, глядя, это... Ну... Это ведь масса народу стремится к этому, вот стать знаменитым. Это удача, что ты стал знаменитым или нет? Ну, в той степени, в которой я стал знаменитым, это удача. Потому что, конечно, приятно, когда ты выходишь в зал и идешь к себе за пульт, в зале тебя встречают аплодисментами, а потом после концерта там абсолютно незнакомые люди подходят, Марк Соломонович, спасибо, там, то, сё, там. Это приятно, но это у меня нету такого, как бы сказать, навала. А вот этот навал, я тебе вот твое наблюдение со стороны за знаменитостями. Как правило, знаменитостям этот навал нафиг не нужен, с одной стороны. Он их... и он им мешает... нормальным людям, я его еще раз подчеркиваю, я старался общаться с нормальными людьми, даже знаменитостями. Как правило, им это не нужно и мешает, но, так сказать, с точки зрения... Набле-саблиш, положение обязывает. И ему приходится там и туда на интервью, и после концерта ноги вываливаются, руки отваливаются, а ему на интервью, ну и так далее, и так далее, и так далее. То есть ты считаешь, что это как бы... именно это нафиг не надо, да? Ну, значит... А стремиться к этому надо? А стремиться к этому надо? Конечно надо. А, ответил. Девятилетний мальчик спросил, что мы любим? Сначала слова или сразу же всю песню? Только не отвечай буквально. Ну, вот тут мне... Я не могу на этот вопрос ответить конкретно по очень простой причине. Мальчик спросил, что мы любим. Мальчик может любить одно, а другой мальчик может любить другое. Значит, просто я... Мальчик-Марик. Мы уже выяснили, что это у нас мальчик. Значит... Мальчик-Марик. Так вот, мальчику... Одному мальчику может нравиться тексты, другому мальчику может нравиться музыка, а третий мальчик, секундочку, а третий мальчик не слышит ни текстов, ни музыку, он воспринимает ощущения. Да? Поэтому... А у меня профессия... Ощущения, это профессионально. На восприятии ощущения у меня все строится. Я воспринимаю ощущения или не воспринимаю? То есть, вот... Ну, вот я сказал, не воспринимая буквально там слово музыка, там текст. Не важно, ощущения. То есть для тебя важны ощущения? Конечно. Тебе вот составляющие... Составляющие это уже потом. Сначала нужно поймать, ощутить. То есть сразу всю песню. Да, конечно. Все вместе, разумеется. А потом уже разбор. А потом уже, да, почистил. Поехали дальше. Поехали. Четыре года, мальчик. Кто такой дурак? Хороший вопрос. Даже я пытаюсь притянуть к этому вопрос о мальчишестве в возрастном возрасте. Я пытаюсь вот этот ответ притянуть как-то к этому. Ну, наверное, все-таки дурак, который не понимает, что он застрял в мальчишестве. Вот когда застреваешь в мальчишестве, вот тут и он доживает до... Скажем так, это одно из определений. Потому что просто короткое и всеобъемлющее определение дурака дать невозможно. Ну вот ты вот как-то предъявляешься. Для тебя человек, это вот дурак, это тот, который застрял в мальчишестве и не отдает себе в этом отчет. И не отдает себе в этом отчет, да. Или же можно сформулировать и так попробовать. Дурак не воспринимает жизнь адекватно. Ответ. Степа, второй класс. Почему, когда любишь, все нравится? Даже яичница. У меня раньше был вопрос, что такое любовь. Но это был вопрос 34-летнего мальчика. Это вопрос мне нравится больше. Когда любишь, это совсем другая жизнь. Это понят не так даже. Когда любишь, это жизнь. Жизнь без любви, это уже не жизнь. Это полужизнь. После жизни. Может быть, преджизнь. Вот. И когда живешь, а когда ты любишь, стало быть, ты живешь. А раз ты живешь, значит, атрибуты жизни тебе необходимы. В том числе и яичница. То есть, ну, любовь это жизнь, да? Да. Однозначно совершенно. Такой твой формул. Хорошо. Вопрос очень сложный. Я его, так сказать, много обсуждали. И, так сказать, так или иначе люди начинают отмечать на него буквально. Девятилетний мальчик спросил, что такое ноль. Не ноль, не цифра, Марик. Ноль. Сразу же говорю. Как определить, где заканчивается хорошо, начинается плохо, где заканчивается радость, начинается страдание, где наканчивается... заканчивается... Я понимаю. Ну, может быть, это... Может быть, это... Ну, вот, если взять пологурца, поставить на стол, да? То вот верхушка этого огурца, вот это ноль. С него может искатиться либо в эту сторону, либо в другую. Ну, понятно. Вот. Вот что такое ноль. Это верхушка огурца. А как нащупать в своей жизни вот этот ноль? Потому что... Ну, где бы... Как понять, что ты поступаешь хорошо, или что ты поступаешь плохо? Ну, это там, к Маяковскому. О, нет. До Маяковского мне не добраться, вряд ли мне удастся с ним поговорить о детских вопросах, а вот тебе. Как бы ты посоветовал определять точку отсчета? Хороший вопрос. Такой, что я не знаю, что на него ответить. Это ответ? Марик. Не знаю. Имеем право. Девятилетний мальчик спросил. Что такое талант, и зачем он дается людям? Ну, вот я говорил о творчестве. Да, рука. Вот открывается тобой окошко, да, и рука протягивает. Так вот, талант, это когда эта рука с тобой постоянно. Да? Так. Так, теперь, зачем он дается людям? Для того, чтобы люди видели, что есть дырка в небе, и что, в принципе, она у каждого есть своя. Просто он, а, чуть не каждый ее, свою дырку, может нащупать и открыть. То есть, не каждый голову наверх поднимает? Да, 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 да. Ответ. Поехали дальше. Семилетний мальчик, что такое дружба? Это как... А, кстати, дружба, дружба ведь в широком смысле, это же не только между людьми, да? Да. Вот это может быть между людьми и животными, и вообще... Что такое дружба? Мальчик спросил. Да, 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 да. Дружба – это когда предмет дружбы тебе необходим раз, когда предмет дружбы, когда ты необходим предмету дружбы, это тоже, тоже раз, да? Взаимно необходимый, да? И когда вы друг без друга, вам друг без друга плохо. А друг с другом хорошо. И если нет больше других друзей, то тебе больше никто и не нужен. О! Вот что такое дружба. Когда больше никто не нужен. Дружба? Это когда больше никто не нужен, да? Да, это полностью заполнение... Да. Ответил. После рекламы шестилетний мальчик спросил, а где это неземное удовольствие? Что такое неземное удовольствие? Для меня неземное удовольствие. Это моменты творчества. Это опять же, опять же, та же дырка в небе с рукой. Слушай, сегодня мы с этой вот дыркой, с этим окошком в небе... Ну, что делать? Значит, отвечается. Значит так. То есть, творчество... То есть, это... Окошко... Да, да, да. Вот это неземное удовольствие. Все остальные удовольствия земные. Ладно, Марик, подъезжаем стремительно к концу. Тринадцатилетний мальчик спросил. Если существует судьба, что тогда зависит от человека? Если мне память не изменяет, древнегреческие боги все до одного вплоть до Зевса боялись ананки, судьбу. То есть, она... Зевска, конечно, был главнее, но он боялся ее. То, что она зависит от человека. От человека зависит выбор этой судьбы. Человек выбирает судьбу? Конечно, человек выбирает судьбу. Это не предназначение? Это не... Нет, секундочку. Предназначение – это совсем другое. Ты можешь никогда жить и не узнать своего предназначения. И большинство-то людей как раз с большинством людей именно это и происходит. Они не узнают своего назначения. И не доходят до своей дырки. Понимаешь? А вот... А судьба – это другое. Ты мог выбрать такую судьбу. Вот какой-то переломный момент жизни. Ты мог выбрать такую, такую и такую. Но ты выбрал эту. То есть, от человека зависит... Выбор судьбы. Это ответ. На этом мы и закончим. Спасибо. Спасибо и вам, что были с нами. В эфире была программа размышления «Детский и недетский вопрос». На «Детский и недетский вопрос» отвечал художник по свету группы «Аквариум» Марк Брикман, который даже не мой однофамилец. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова